Всем огромный привет! Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим о моей парфюмерной новинке, и это, кстати, новинка, в принципе, 2022 года. Мы с вами вместе оформляли заказ этого аромата, поэтому девчонки спрашивают, ну когда же, когда же все-таки будет видеообзор, девчонки, вот получилось, сразу же делюсь отзывами, впечатлениями, немного протестировала аромат, немного поразнашивала, чтобы как-то уже какое-то сложившееся было впечатление. Сегодня мы с вами, да, вместе в телеграм-канале советовались, где заказать аромат, проводили, знаете, такое целое исследование, и в итоге пришли к тому, что на рандеву была самая бюджетная цена с применением промокода. У меня цена вышла действительно бюджетнее, чем где-либо в другом магазине, хотя на тот момент в Литуаль была акция на этот аромат, но все равно было дороже. Вот, поэтому я, в принципе, вам сказала уже, что аромат я приобрела на сайте рандеву. Это у меня новиночка от бренда Hyuga Boss, Alive, версия Intense. Я вам также оставлю промокод, чтобы вы также могли выгодно приобрести, что этот аромат, что какой-либо другой. В принципе, промокод действует на все товары, даже на скидочные товары, то есть скидка суммируется, вот эти скидочные 10% суммируются с всеми акциями, скидками на сайте, но учитывайте, что скидка действует от 2,5 тысяч рублей. Обращайте на это внимание, я вам ссылочку оставлю на этот аромат, ну и также ссылку оставлю на сайт, можете поискать, походить. Я очень люблю гулять по сайту рандеву, я просто могу часами там зависать на этом сайте, смотреть, добавлять в корзину, добавлять в избранное. Ну, в общем, девочки такие девочки, мы это любим. В общем, что касается Alive. Я могу сказать такую предысторию, вам рассказать, что когда вышла классическая версия, потом, по-моему, еще один фланкер выходил, меня как-то не зацепило. Классические, но приятные, но как бы обо всем и ни о чем. То есть композиция была, ну, в духе многих ароматах люксовых. Если вы любите эти версии, любите классическую версию, то не обижайтесь на меня, потому что все мы разные, вкус разный у нас. Но как-то я тут на тот момент решила, что я себе эту новинку покупать не буду. Когда я вот этот аромат протестировала, в L'Etoile, кстати, я его тестировала, да, мне он понравился с первого распыления. Почему? Потому что здесь присутствует малина. Тут, кстати, пирамида вообще, по-моему, совсем маленькая. Тут у нас присутствует малина в сердце аромата, насколько я помню. И также присутствует еще всего лишь несколько нот. Это у нас бензоин и ветивер. Что могу сказать по звучанию аромата? В принципе, что заявлено, так и пахнет. Кстати, распыление тут тоже очень такое приятное прям. Малина очень приятная, очень такая мягкая. Ветивер дает композиции прохлады, потому что все равно начинает вот это ощущаться со временем. Сначала вроде как малина, потом, когда аромат усаживается, появляется ветивер, и ветивер дает прохлады. То есть аромат не звучит как-то съедобно. Это не съедобная прямолинейная малина. То есть это не варенье, это не свежая ягода, а вот именно такое, знаете, парфюмерное звучание малины. Бензоин, да, немного придает тоже такой глубинный аромату, я бы сказала. А ветивер именно дает какой-то такой воздушности. И знаете, интересно что? Что вот, возможно, это все-таки ветивер. Такое ощущение вот именно, знаете, не то что шампунистости, но есть ощущение какой-то такой прям чистоты и свежести в аромате. Как будто бы прям вот присутствует воздух, какие-то, я бы сказала, даже акватические ноты. А мне чем-то, кстати, вот этим звучанием аромат напомню мансера, дикую вишню. Но знаете чем? Не самой вишней, а вот именно такое же ощущение разбавленности. Вот как будто бы вы берете компот из вишни или из малины в данном случае, и как будто бы вы немного добавляете туда воды. То есть ощущение вот немного вот не концентрированного какого-то сока или насыщенной ягоды, а вот именно такая воздушность. То есть мне кажется, что ветивер дает это ощущение, придает какой-то такой больше воздушности, легкости аромату. Я не могу, допустим, сказать, что аромат звучит ни на что не похоже, прям как-то намного дороже своей стоимости. Нет, он звучит по-люксовому. Он не звучит как-то с претензией на нишу, он звучит, в принципе, на свой сегмент. То есть это приятный люкс. Если вы хотите что-то такое ягодное, но не засахаренное, не притерное, а такое более воздушное, то классный вариант. У меня на коже, как я сказал, когда раскрывается, присутствует приятный легкий аромат вишни и присутствует ощущение прям воздуха, свежести. Очень все это интересно. Опять же звучит все как-то в духе, может быть, каких-то уходовых средств с ароматом, допустим, малинки. Но это все звучит приятно. Потому что я знаю, что многие любят такие вот ягодные ароматы, какие-то вкусные, но не любят, чтобы аромат был съедобным. То есть здесь нет ощущения, что хочется съесть эту вишню. Здесь действительно есть ощущение, что это парфюмерная композиция с вишневыми аккордами. Поэтому мне аромат понравился. Я не жалею, что его приобрела. Я им сказала, что покупала я после тестирования осознанно, и прям вот для меня это классно. Еще раз повторюсь, что звучит он на свою стоимость, он не звучит дешево, но и не звучит мега-мега дорого. И знаете, даже со временем как будто бы немного ощущение такой ментоловой малиновой жвачки. Вот есть ощущение, как будто бы она такая малиновая, вкусненькая, но при этом есть какая-то такая свежесть морозная. Даже знаете, какая-то свежесть. Или как будто бы ягода малины, она немного замороженная. То есть вот такая корочка льда. Очень он такой охлаждающий, и будет классно звучать именно в теплое время года. Будет как будто бы давать какой-то глоток морского воздуха, свежести. Вот у меня такая ассоциация. Пишите, какая ассоциация с этим ароматом у вас, какой он для вас. Нравится, нет, будет. Это очень интересно, но мне композиция понравилась. Я очень рада. Плюс, конечно, по приятной цене мне получилось его приобрести. У меня это 50 миллилитров, поэтому я очень-очень рада своей покупке. Вот появился у меня первый аромат Alive от Hyuga Boss из всех трех, которые вышли. И вот мне он понравился больше всех. Пишите, кстати, в комментариях, какие ароматы у вас из новинок появились совсем недавно. Что вы не так давно приобретали на сайте Рандеву. Будет это очень интересно, потому что вы часто делитесь со мной, что используете мои промокоды. Мне интересно, что же вы там интересного такого покупаете. Поэтому делитесь впечатлением, мнением, что у вас новенького, интересного. А я с вами прощаюсь. Все ссылочки, как всегда, оставлю в описании к этому видео. Там же будет промокод. Там будут ссылки на все мои социальные сети. Подписывайтесь. Будем дружить с вами во всех социальных сетях. И всем прекрасного дня, вечера, какое у вас сейчас время суток. И пока-пока.